Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плеев. Главные выпуски. Главные выпуски. На парламентской сессии обсудили проблемы граждан, состоящих в списках очередников на получение социального жилья. Алан Гоглоев представил сегодня Ленигорской администрации, возглавившего район Муртаза Валиева. Район непростой работы в избытке и даже больше. Президент напутствия Валиева рекомендовал ему найти взаимопонимание с районными властями всех уровней и сфер деятельности для достижения положительной динамики развития сложной во всех отношениях административно-территориальной единицы республики. Алан Гоглоев сегодня совершил рабочую поездку в Ленигорский район, представив районной администрации нового главу Муртаза Валиева. Иларион Гагевикс, глава района, освобожден от занимаемой должности указом президента. Гоглоев поблагодарил бывшего главу за проведенную работу. Представляя Валиева, президент отметил, что новый глава хорошо знаком с жизнью района, поэтому можно быть уверенным, что тот осилит возложенные на него обязанности. Валерий Гагевикс, глава района, освобожден от занимаемой должности указом президента. Муртаз Валиев, в свою очередь, сказал о признательности главе государства за доверие и дал слово приложить максимум усилий в работе на благо жителей района. Задач много, но совместными усилиями постараемся их решить, отметил Валиев. Проблема есть. Пусть, что есть, что есть, что есть, что есть. Валерий Гагевикс, глава района, освобожден от занимаемой должности указом президента. По словам президента, новому главе необходимо обратить пристальное внимание на все волнующие жители района вопросы. В проблемном перечне вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Автопарк коммунальной службы практически полностью износился и выходит из строя, что является причиной задержки в соответствующих работах. Этот вопрос по мере сил государства будет решаться, отметил Гагуев. Президентом также затронута проблема долгов перед сотрудниками коммунальной сферы, которые в течение полугода не получают зарплату. Как пояснил глава государства, проблема возникла из-за отсутствия необходимой документации, наличие которой должно быть обеспечено руководством жилищно-коммунального хозяйства района. Продолжение следует... В рамках рабочей поездки президента обсудили целый ряд проблемных, особо волнующих жителей района вопросов. Получение специальных пропусков определенной категории жителей района для периодического выезда в сопредельную республику тоже в категории насущных вопросов. Президент раскритиковал работу ответственных структур, поручив обратить должное внимание на возникшие процедуры оформления пропусков проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ответил, что проблем нет. Поблагодарил Алана Гоглоева за проявленное внимание и теплое отношение. Анжела Кукоева, Тамерлан Кусраев, Ренят Медоев, Зарей Марсоева. Информационный выпуск сегодня. На очередной сессии парламента обсудили проблемы, с которыми имеют дело граждане республики, состоящие в списках очередников на получение социального жилья. Гражданам была предоставлена возможность прямого диалога со слугами народа и главой столичной администрации. К чему пришли и на чем расстались парламентарии, чиновники и простые граждане, а также какие еще вопросы рассмотрели. Во время сессии узнаем из репортажа Зарины Коучевой. Так как сессия еще не завершена, наша съемочная группа работает в зале заседаний парламента, мы не имеем возможности выдать сюжет в эфир. Полностью материал вы сможете посмотреть в ближайшем выпуске новостей. Личному составу УВД Дзавского района сегодня представили Нала Габараева, подполковника милиции, возглавившего управление. Габараев имеет 20-летний стаж службы в органах внутренних дел. Зарекомендовал себя, по словам сослуживцев, компетентным профессионалом. Зарекомендовал себя, по словам сослуживцев, компетентным профессионалом. Показалом Санхова, на ипотеку министра до руководства Охамвешенирова, хостамья. На море временно исполняющая седарство, по должности начальника УВД Дзавского района, с моим ударом на бандерский района. Габарев есть митурный фронт, по словам сослуживцев, я хочу представить субтитры. Инспекторы МВД Республики проводят рейды по аптекам, объясняя провизорам законодательные требования по отпуску рецептурных препаратов, потенциально в известных случаях употребляемых не по назначению. Продажа нейролептиков и транквилизаторов без предъявления покупателям рецептурного бланка, заполненного врачом, карается законом. Предупреждают правоохранители. Стелла Бязрова подробнее. Отпуск из аптек сильнодействующих психотропных препаратов без рецепта недопустим во избежание использования подобных медикаментов в наркотических целях, предупреждают специалисты. Однако по информации надзорных структур правоохранительной системы во многих аптеках республики пренебрегают соответствующими предписаниями. В связи с этим МВД периодически проводит рейдовые мероприятия, предупреждая фармацевтических дилеров об ответственности за безрецептурную продажу запрещенных веществ. В перечне запрещенных препаратов более 500 наименований, такие как психотропные, наркотические вещества, лирика, пригабалинка, папентин, баклосан. Отпуск препаратов предполагается строго по рецепту врача, так как эти лекарства в основном предназначены для лечения серьезных неврологических заболеваний. Управление по борьбе с экономическими преступлениями и по контролю за оборотом наркотиков пока только обходится устным предупреждением владельцев аптек. Однако, как отмечают инспекторы, уже в ближайшее время будут проведены более тщательные проверки с соответствующими последствиями для нарушающих закон предпринимателей. Мы раздаем каждой аптечной системе под расписку данные списки, которые у нас имеются, и оповещаем их, что недопустимо реализовывать. И информируем их, что не стоит реализовать запрещенные в Южной Осетии сильнодействующие лекарственные средства изделия мусорского назначения. Рейды по аптекам – лишь один из пунктов борьбы с реализацией наркотических веществ. По словам сотрудников правоохранительных органов, несмотря на регулярные предупредительные мероприятия в целях недопущения отпуска запрещенных препаратов без рецепта, прецедентов все равно достаточно. Поэтому проблема пока остро актуальна. Стелла Бязарова, Вадим Габараев, Олимбэтеев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Министр обороны, генерал-майор Марат Павлов поздравил батальон спецназа национальной армии с днем подразделения специального назначения. Министр выразил благодарность командованию и личному составу за достойную службу на благо Отечества, пожелав успехов в профессиональной деятельности. Батальон спецназа имени полковника Зелима Мулдарова сформирован на базе разведывательного батальона в 2017 году. В 2004-2008 годах служащие подразделения принимали активное участие в отражении грузинской военной агрессии. Многие из них удостойны государственных и ведомственных наград, в том числе посмертно. В настоящее время батальон занимается боевой подготовкой, повышением боевой и мобилизационной готовности, являясь ведущим подразделением вооруженных сил республики. Столичная администрация продолжает общегородские субботники. Управление благоустройства еще раз подтверждает свое содействие в вывозе мусора. Необходимо позвонить на телефонные номера, чтобы техника была предоставлена в указанный срок. В управлении ЖКХ еще раз отметили необходимость проведения субботника в осенний сезон. Уважаемые сограждане, жители города Цвиван, администрация города объявляет общегородской субботник 28 октября. Управление благоустройства примет участие в сборе, в обеспечении спецтехники, которую можно будет набрать по телефону, мы сейчас укажем эти телефоны, и нам могут набрать по этим номерам и обратиться к благоустройству, которое может им представить спецтехнику, которое может вывозить мусор. Номера это 8 929 805 47 71. И еще один номер 8 929 805 09 08. Мы просим, чтобы кто-то недавнодушен, вышли и помогли убрать, к зиме прибрать, убрать свои дворы. Узнаем прогноз погоды на завтра. В Республике переменная облачность, в Квайсе дождь. В Знаурском районе днем плюс 22, ночью плюс 12. В Дзавском районе днем плюс 19, ночью плюс 11. В городе Квайса днем 16, ночью 9 градусов тепла. В Ленингорском районе днем плюс 21, ночью плюс 13. В Скинвале днем 21 градус тепла, ночью 13. Информационный выпуск сегодня на этом завершен. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok